Как отметил заместитель генерального прокурора страны Игорь Ткачев, в столице Забайкальского края проблема обманутых дольщиков остается острой, но по сравнению с другими субъектами ДФО не критичной. В основном проблема эта касается более всего Приморского и Хабаровского краев и Республики Бурятия. Вот из полутора тысяч обманутых дольщиков порядка 550 приходится на Республику Бурятия. По Забайкалью у вас шесть проблемных домов. Со сдержанным оптимизмом можно сказать, что здесь эта проблема решается, хотя не так быстро, как, конечно, хотелось бы людям. Некоторые ждут своих домов по шесть лет. По последним данным, в Забайкалье насчитывается 129 человек, заключивших договоры на участие в долевом строительстве и до сих пор не получивших свое жилье. Общая сумма договоров составляет около 450 миллионов рублей. По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, ситуация держится под контролем, но по большому счету материальная поддержка дольщиков и строительных организаций, оказавшихся на грани банкротства в регионе, затруднительно. «Оказание помощи и застройщикам, и долевикам из средств краевого бюджета у нас практически невозможно из-за сложного социально-экономического положения и устроения сбалансированности бюджета, что, тем не менее, предпринималось до сих пор и предпринимается сегодня. Как вы уже отметили, у нас есть ряд недостроенных домов. Было пять, сейчас выходит еще шестой дом. Пока учтено 128 пострадавших с общей площадью жилья на 7500 квадратных метров. В отношении всех проблемных объектов, попавших под этот статус, разработаны мероприятия, план график соответствующий. И все дома, и долевики учтены. В настоящее время основным способом решения является предоставление земельных участков бесплатно в муниципалитетах и предоставление жилых помещений в ходе строительства жилищных и инвестиционных проектов». По словам главы региона, до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию два из шести проблемных объектов. Это решит проблему 70 обманутых дольщиков. Также в 2021 году будут выполнены требования остальных дольщиков, данные о которых содержатся в реестре. Кроме того, на совещании заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев объявил несколько предостережений руководителям региональных структур и чиновникам. В частности, прокурорское предостережение получил первый заместитель главы правительства Забайкальского края Марат Мерхайдаров, руководитель Департамента госимущества и земельных отношений Лариса Погребная и глава госинспекции региона Баясхоланда Шибалов. Анна Хвостова, Максим Лобачев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин